Давайте начнем с флага. Сейчас, наверное, опять покажет, как горит российский триколор. И я уверен, что граждане Российской Федерации, когда это смотрят, они чувствуют возмущение. И именно в этот момент смогут понять, что чувствуют граждане Украины, когда российские оккупанты сделали то же самое с украинскими государственными символами в Крыму и на Донбассе. Напомню вам, что за украинский флаг оккупационным судом в Крыму Владимир Балох осужден к реальному сроку нахождения вне свободы. Роман, в Крыму до сих пор даже улицы по-украински называются. Там никто этого не стеснялся. А у вас удивительная способность отвечать на вопрос. Еще раз вам говорю, что в результате этого инцидента, насколько мне известно, если бы это было не так, вы бы об этом уже давно бы сообщили, не пострадал ни один граждан Российской Федерации. Действия российского государства в отношении наших граждан и репрессии за флаг людей или попадает в тюрьму, как Владимир Балох, которого осудили к трем годам и семи месяцам. За что? Активно за украинский флаг де-факто. Так он не бывает. В смысле достало в тюрьму, да? И вот вы сейчас активно используете радио «Свобода», но если бы вы хотели бы, вы могли бы взять информацию и видео этого же американского ресурса по этому случаю. Это произошло вчера. Я вам напомню, что за украинский флаг, например, был убит Степан Чубенко. И это доказано гражданами Российской Федерации на Донбассе в 2014 году. Роман, здесь, конечно же, не только «Радио Свобода», здесь «112», «Ньюс Ван» и «Громадский» и все ваши замечательные телеканалы. В результате этого мероприятия, которое здесь произошло, никто не пострадал. А вы на вопрос ответите, Ольге, или нет? А полицейский украинский пострадал, Роман. Что же вы так, а? Почему ЛДНР не признали террористами? Ничего страшного, Вадим Валерьевич подсказывает. Полицейские для этой работы подготовлены. Теперь возвращаемся к закону. Понятно, что это важный закон для нашей страны, и все политические силы пытаются играть во внутреннюю политику по этому поводу. Но если вы проанализируете все заявления, то смысл их в том, что идет спор о жесткости формулировок в отношении вашей страны. Если какая-то поправка была отклонена, посмотрим закон в общем, и самое главное, не переживайте. То есть вы не знаете. Что касается вас, в смысле вашего государства, там все будет нормально. Возможно, почему отказались от этой формулировки, потому что закон, мы его называем закон о деоккупации, а на самом-то деле это закон о том, что об отношении Украины к оккупированной России, части Донецкой и Луганской областей. Возможно, те, кто в конечном итоге принимают решения в нашей стране, они все-таки рассчитывают на то, чтобы не закрывать какие-то возможности для какого-то минимального договора. Для бизнеса, Порошенко. Нет, на территории Донбасса. Я думаю, что в конечном итоге это ни к чему не приведет, и заявление российских органов, представителей органов власти, российских топ-чиновников говорит о том, что никакой реинтеграции в ближайшее время не предвидится, к моему большому сожалению. Роман, вы прекрасный репортер, но тем не менее на простой вопрос так долго отвечали-отвечали и не сказали ничего. Ну вот, правда, простите, да. Слушайте, там 700 поправок. Леонид Иванович, да нет, да, все равно, что там 700 поправок, если они будут касаться России, наших интересов мы обсудим, да. Но вот здесь просто действительно какая-то уникальная ситуация происходит. ЛНР и ДНР, которых постоянно, в том числе Роман, Вадим Валерьевич, называют террористами, бандитами и так далее. Верховная Рада отказывается признавать террористическими организациями. Секундочку, секундочку. Мы его ждем, в тюрьму ждем. Так вот, почему не признали ЛНР и ДНР так называемыми террористическими организациями? Мое чисто экспертное мнение. Потому что представители так называемых ЛНР и ДНР в минском процессе, то есть признать так называемые ЛНР и ДНР террористическими организациями, это значит перечеркнуть сейчас минский процесс. Вадим Валерьевич, мы вам давным-давно об этом рассказывали. И в лице президента Украины, и в лице премьер-министра, и в лице министра иностранных дел, то есть трех официальных лиц, которые имеют право без каких-то полномочий представлять государство в международных отношениях, всегда заявляют о том, что цель Украины – политика дипломатическими методами. Ой, не лукавьте. У вас нет ЛНР, ДНР документов. У вас ОРДЛО. Вполне мы могли бы признать. Еще немножко и сядете за стол переговоров с террористами. Мне кажется, что это главная мотивация. А я с удовольствием. Как только меня осталось на службу, я сяду и буду вести эти переговоры. Не суть. Второе. Знаете, в чем дело? В парламенте, это уже не один раз говорил, и вы сами это прекрасно знаете, есть разные силы. Есть партия, которая занимает жесткую позицию, вы ее любите назвать партией войны. Есть партия, которая занимает мягкую позицию. Есть партия, это я условно говорю, то есть часть людей, депутатов. А есть часть людей, которые занимают умеренную позицию. И президент Порошенко тоже занимает, кстати, довольно умеренную позицию. И мне кажется, что сейчас надежда и в России должна быть, кстати, и в России, потому что россиянам тоже война не нужна. И в Украине на то, что именно умеренная партия сможет вырулить в этой ситуации. И выйти на такой закон. А я не сомневаюсь, что этот закон будет принят. Если не сегодня, то завтра. Если не завтра, то послезавтра. Короче, принят будет. Так вот, важно, чтобы в этом законе не закрылись двери возможностей, чьи окно возможностей, да, для того, чтобы дальше продолжались переговоры. Чьи это или. Или, да. И подчеркну еще одно, что мне бы очень хотелось верить, что в России реакция на этот закон будет спокойная, а не истерическая. Как некоторые у вас спикеры любят говорить, а пойдемте ядерной бомбой на Киев. Ну, в смысле, страна-агрессор и страна-агрессор. Ничего страшного, продолжаем работать. Страна-агрессор это не впервые. Для Украины это будет впервые. Другие международные организации, другие государства уже об этом говорили. Ну, не будем... Ну, какие? Ну, например, называю специальный прокурор международного криминального суда. Конечно, это международная организация, а как? А что, какие последствия? Причем тут последствия? Вы говорите, какие я говорю. Как бы, мы страна-агрессор, как бы, и должна какая-то страна признать ее вообще просто не обязательное к исполнению. Причем тут не обязательно. Документы самых высших представительских органов. Нет, институциональные органы мировые. Институциональные какие? Конечно, нет. Вы ошибаетесь. Вы же дипломат, а не я. Совет безопасности, он самый высший. Конечно же. Женя, можно? Это Европа, Россия Ассамблея НАТО. Вам, Дима, надо было учиться, а не в Шевченке, чтобы вот разбираться. Воруженный конфликт, что Россия агрессор и что Россия оккупировала территорию. Это уже везде есть. Поэтому в Украине сейчас важно, как пострадавшись в плане тоже, поставить точку... Вот ты лучше объясни, зачем вы в 2014 году жгли Украина? Не-не-не, Ленинова! Так вы знаете, что ваш коллега голосовал за назначение господина Турчинова? Я не знаю, кто за что голосовал. Это не основание для того, чтобы сжигать людей живьем. Он, по сути, участник переворотов. Понимаешь? Антимальдане. Это не основание сжигать людей. Голосовали. Правильно, Петр Николаевич. Голосовали. Во-первых, меня в Киеве не было тогда, я не голосовал. Тут осторожно. А теперь я хочу, по сути, по сути, по обслуживанию. Павел Иванович, события 2 мая 2014 года, это страшная трагедия нашей страны. И граждане Украины, они не делятся на какие-то взгляды. И еще раз подчеркну, что это трагедия. И я уверен, что рано или поздно виновные будут найдены. Но я вам хочу напомнить, что 2 мая эти события страшные произошли после Крыма и после Донбасса. Если вы думаете, что вы в нашей стране будете убивать граждан Украины безнаказанно за украинский флаг, и если вы проанализируете даже 2 мая Дом профсоюзов, это было следствие событий, которые были в центре города. Если вам это не интересно, потому что вы хотите кричать «сожгли, сожгли, сожгли». Хорошо, Крым. Сколько погибло людей? Донбасса еще тогда не было. Так что, нужно ответить было тем, что сжечь мирных пенсионеров в Одессе? То есть ты это говоришь? Мне кажется, я ответил. Россия собрала Крым, как ты говоришь. Надо было сжечь в ответ на это мирных людей в Одессе? Вы не слышите, что вам говорят. Он так сказал, он мне так сказал. Это произошло, надо учесть. Она не была сплавирована специально. Не перебивай меня, я ему отвечаю. Успокойся. Остановись тебе, говори. Он мне ответил. Ты не ты. Что ты за него толмачишься? Если вы не слышите, я могу вам повторить. Надо учесть, что произошло 2 мая, после того, как занят был Крым и Донбасс. Донбасса еще не было. Но хорошо, даже если Крым был. То есть надо было в ответ сжечь людей в Одессе? Слушайте, если вы думаете, что вы граждане... Давайте вернемся к разговору про окно возможностей. Все-таки, Леонид Иванович, абсурдная позиция о том, что в Одессе трагедия произошла по результатам так называемой аннексии Крыма. Своих граждан сожгли в Одессе безболезненно. Над городом Харьковом. И если вы думаете, что вы думали в 2014 году, вопив здесь про русскую весну, про Новороссию, и все ваши бредни, будете совершать такие преступления в нашей стране, Роман, не закапывайте свою репутацию тем, что... Подчеркиваю, что... Рассказывая нам, что Одесса – это ответ за Харьков. Не надо. Вы там человека, который повесил флаг над администрацией Харькова, сбросили с козырька, он весь переломанный был, кости долгов. Вы вспомните, что вы с ним сделали. И потом, что вы с ним сделали. Он не безболезненно этот флаг повесил. Вы его переломали, ваши люди. Так что не надо. Сергей Борисович, как миротворец. Я его видел на эфирах. Да что же это такое? Сейчас, да, вылечили человека. Там и украинский язык государственный язык. Мы же договаривались. Вы прекрасно знаете, что это формальная норма. Сергей Борисович, у нас сейчас всех рассудят. Роман, ну успокойтесь, ну прекратите. И там могут высказываться разные мнения. Да, мы видим, видим. А в Думе, что у нас нет? Да. Нет, у нас ММА с покрышки не горит. Порошенко еще не жгут. Внимательно прослушал. Есть внутренний сепаратистский конфликт. Две мятежные территории, внутренний сепаратистский конфликт. И смысл Минского соглашения в том, чтобы этот конфликт урегулировать путем компромисса. Нет внутреннего конфликта. Откуда вы это взяли? Одну минуточку. Откуда вы это взяли? Одну минуточку. Есть война, развязанная Россией. Ну наконец-то, хоть вы либералы, поймите это. Сергей Борисович, не атакуйте наших либералов. Либералы, наберитесь мужества и точки на дип ставьте и называйте вести своими именами. Сергей Борисович, мужество побольше, чем некоторых. Он в 90-х останавливал толпы. Одним своим словом. Так что не надо Сергею Борисовичу Станкевичу про мужество рассказывать. Наберитесь мужества, подослушайте. Вы от всех иностранных войск. Нет мужества выслушать. Есть там такое? Не хватило. Там иностранные войска и наемники только с Россией. Я говорю о смысле соглашения. Если будет восстановлено. Так вы самую важную часть упускаете. Нет, нет, нет. Это не так. Это не так. Это не так абсолютно. Без этого ничего не будет. Помолчите. Вам мужества не хватает дослушать. Держитесь за него, как вам только что рекомендовал Сергей Борисович Станкевич. Держите себя в своих дипломатических руках. Так вы дезориентируете общественность. Я не дезориентирую. У вас будет возможность сориентировать. Не хватает вам все-таки мужества. Плохой вы дипломат. Обещайте дальше. Значит, так вот, если будет выполнено все то, что я сказал, то есть если будут возвращены эти территории в конституционное поле Украины и восстановлена граница, то, естественно, никаких там других войск и всего остального, чего вы так боитесь, не будет. Поэтому в этом смысл минских соглашений. Что нам теперь предлагается? Теперь нам предлагается, что это уже не сепаратистский конфликт, это межгосударственный конфликт Украины с Россией. Извините, а для этого конфликта никаких инструментов урегулирования у нас нет. Минские соглашения, тут вообще ни при чем. Россия там не подписывала их, не является стороной этих соглашений. Как это? А подпись Зурабова? Ну зачем вы опять дезориентируете? А подпись президента Российской Федерации? Где? Подпись президента? А под декларацией президента Путина, президента Алландо Спорошенко и Канцера Меркин. Это декларация, которая благословила эти доверенности. Да господи, боже мой. Нам бросились украинцы на российского либерала. Вы просто факты извращаете. Тест на мужество провален. Я просто подозревал, что настолько нежно. Не верю, Оля, пожалуйста, либерала... Заклеймите. У нас и таком нелегко живется. Тут еще вы. Стрешите многих. Ну вы согласитесь, это известный прием. Создать проблему, а потом с мужеством и героизмом пытаться ее решить. Нет, он прав. Сергей прав в том, что вы пытаетесь конфликт внутренний перевести в конфликт между государствами. Но это и так всем ясно. Вы это давно делаете. Вы это давно делаете. Но вы не понимаете, что вы сами себя высечите, потому что завтра выхода не будет другого, кроме как распасться. Закон, как вы говорите, коллаборантов, он, скорее всего, принят не будет, и я думаю, даже не будет рассмотрен. Теперь возвращаемся к Минским соглашениям. Если мы вспомним 12 февраля 2015 года, то, что российская армия еще 4 дня штурмовала украинский город Дебальцево, давайте оставим стороне. Российская армия штурмовала Дебальцево ключевой вопрос. Она была назвать компромиссным, и Российской Федерации предложили уйти с оккупированной части Донбасса, сохранив лицо. Если вы помните, потом были приняты в первом чтении закон про особый статус. В первом чтении были приняты поправки к Конституции. Вы знаете, когда все остановилось? Когда подошел вопрос обсуждения выборов. Вы же сами помните, что это были фельдкин и грамот, а не законы, которые никого не устраивали. Абсолютно. Эти законы были приняты. Нет, они даже не вписывались в Минские соглашения. Никогда стал вопрос об обсуждении выборов, то по факту российская сторона через вот этих своих ребят, она сказала так. Выборы проводим по украинскому закону, но только, а, русские считают, русские допускают кандидатов, и русские определяют... Это кто такой говорил? И русские определяют победителей. Где это вы взяли? И самое главное... Источники, Роман, кто это сказал? Хотя бы одного политика процитируете. У вас же хорошая память, вы еще восстательный молод. Но самое главное, что позиция Кремля и людей, которые занимаются этим урегулированием, была в том, что никаких представителей партии регионов, оппозиционного блока, на выборах быть не может. И если вы сейчас посмотрите, даже люди, которые... Это ваше заключение или основанные на фактических данных? Если вы прочитаете даже официальный сайт коллаборационистов, например, почему-то в свое время товарищ Захарченко принял, огласил персонами нонградами всю элиту бывшей партии регионов. Вы об этом не знаете? Ну и что? О чем это говорит? Вы знаете, что фонд Ахметова, который помогал бабушкам, которые страдают там, они возили туда продукты адресно, в каждый адрес. Вы знаете, что фонд Ахметова запретили? Боже мой, я вот это думаю... Запретили. Да? Запретили. Вы знаете, что фамилия Ахметов... Мне так просто странно, я вроде как его адвокатом... А может, есть причины на это? Подождите. Потому что, как бы, понятно, что... Объяснили, почему вам фамилия Ахметов не дает покоя, вот как бы из-за другого работодателя. Позиция вашей страны была такая, что давайте мы выполним Минские соглашения, но только никаких украинских... Не было оговорок, Роман, не было. Вынуждены бежать из Донбасса, там не будет. Вот на этом, собственно говоря, все и остановилось.